Играли не просто настоящие мужчины, а профессионалы своего дела. В минувшую субботу в Олимпии состоялась товарищеская встреча команды «Вымпел» Ивановского института МЧС и команды «Российская пресса». Показать себя в хоккейной баталии решили известные во всем мире журналисты. И в первом же периоде защитник гостей одну за другой пропустил пять шайб. Итог 5-1 в пользу спасателей. Таким было начало игры. Очень плохое настроение, потому что спасатели, мы видим, как здорово умеют играть в хоккей. Поэтому, конечно, мы за это рады, но мы не рады за то, что мы пока так и не набрали свою форму для того, чтобы противостоять нормально. Слишком много проигрываем. 1-5 после первого периода, такой же вряд ли спасется. Но мы постараемся. Репортер Первого канала Антон Верницкий признался сразу, что за результат не переживает. Он журналист не спортивный, а политический. А потому просто наслаждается игрой с достойным ивановским соперником. Приехали сюда, не только результат важен, а то, что мы пообщались с хорошими людьми, и то, что мы увидели, как здорово живут здесь спасатели в Иванове. И то, что Иваново – это не только город невест, как мы раньше себе представляли. Вот, еще город спасателей, как выяснилось. Результат результатом, а играть в одни ворота неинтересно, решили ивановские игроки. И после первого разгромного периода сменили тактику. Пока, к сожалению, игра идет в одни ворота. Нам это тоже не нравится. Сейчас мы проведем беседу с игроками, немножко усложним себе сами задачу, будем забивать более интересные и сложные голы. Тем самым дадим преимущество сопернику. И я думаю, игра уравняется и будет красиво. Смотреть будет красивый хоккей. И красивый хоккей действительно получился. Второй период закончился со счетом 5-6 в пользу прессы. Гости приободрились, а игра приобрела остроту. Теперь уже спасатели кинулись спасать свое положение. Итоп матча 8-8. Победила любовь к спорту. А дальше все опять за работу. Мы договорились, что сейчас этот период майских праздников. До начала чемпионата мира по хоккею и до того, как футбольный чемпионат России закончился, есть небольшая пауза. И мы как раз постарались успеть. Потому что здесь все спортивные журналисты. И у нас совершенно ограниченное время. Поэтому нам пришлось пожертвовать с шашлыками и семьями. Но приехать здесь друг с другом, сыграть в хоккей и получить удовольствие. Матч был приурочен к 365-летию пожарной охраны. Посмотреть на красивый хоккей пришли более тысячи человек. В основном это воспитанники детских домов. Возможно, именно в этот день кто-то из них обрел новую и очень серьезную мечту. Стать пожарным, журналистом или известным хоккеистом.